Сегодня мы покажем вам 5 наиболее эффективных приемов в партере. В предыдущем ролике мы показывали 5 наиболее эффективных приемов в стойке. И сегодня мы решили дополнить эту часть программы и показать вам такого рода эффективные приемы. Первый прием, который я вам покажу, наверное все его знают, но не лишний будет его показать, это треугольник. При треугольнике обязательно локоть соперника должен уходить в вашу часть бедра, то есть за бедро, то есть за бедренную часть, тазобедренную. Чтобы его туда просунуть, обязательно одна нога должна быть опорной. То есть и тазовая часть должна немного выходить для того, чтобы загнуть туда локтевую часть. Как только вы локтевую часть загоняете туда, вы должны обязательно упор делать на плечевую часть. То есть поднялись, шея поднялись и затем перекидываем ногу. Раз. Перевели ногу, затем зацепили. Когда многие делают треугольник, они сразу делают ошибку, не цепляя ногу. Затем что мы делаем? Переводим руку отсюда и накрываем. Вот так вот. Если сделать быстро, то выглядит это вот так. Друзья, пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить супермаркет для единоборств Атака. Огромное спасибо за предоставленную экипировку. Друзья, ссылка в описании. Переходите, смотрите. Очень хорошая экипировка. Следующий прием, который я хотел вам показать, это мой любимый прием, если честно. Это кимура. При использовании кимура очень важно ухватиться хорошенько за кистевую часть. Затем также делаем упор ногой и полностью переходим в верхнюю часть. То есть за плечо, за трицепс, заводим руку и цепляем за кисть. Как видите, палец я перевожу. Вот зацепился. И отсюда одним движением в вертикальном порядке выкидываем руку резко. Вот сюда. То есть для того, чтобы человек не успел вообще раз двинуться, этот прием делается очень быстро. Вот отсюда. Раз. Раз. Друзья, следующий прием – это Американо тоже. Либо перевернутый вариант той же кимуры. В общем, названия очень много. Такой же рычаг. Здесь основное, самое главное – физика должна очень сильно работать. Корпус должен переходить в верхнюю часть, то есть вперед. Затем вместе с корпусом поджимаем бицепсом его руку вот сюда. Вот поджали. Подвинули коленный сустав отсюда. И затем давим вперед, поднимая локоть тем самым наверх. Вот и все. То есть ваш трицепс ему в голову обязательно локтевую часть вот сюда, чтобы он не поворачивался на руку. Это очень важно. Потому что если он повернется, он подожмет свою руку, возьмет захват и уже вам оттуда будет тяжело работать при поднятом корпусе. Если корпус нагнут, то есть полностью его отсюда прессуем вот сюда. Затем, многие пытаются отсюда скрутить, но понимаете, здесь опоры нету, нога никакое действие не выполняет заднее. Если вы его вот здесь вот перекрываете, то есть на живот положили колено, затем корпусом пережали, голову пережали и подняли наверх вот сюда. То есть отсюда мы работаем. Вот. Раз. Подняли. Опустили руку. Работа. Вот. Вот. Грубо говоря, да? Есть такой вариант. Вот. Но такой вариант лучше, конечно, не использовать. Есть и работает. Раз. Сняли. Перехватили. Перевели. Подвели вот сюда. Коленом зажали. И наверх. Раз. Вот такой вот прием третий. Друзья, следующий прием это будет армбар. Вот отсюда, когда вы работаете. Самое главное – перехват кисти. То есть кисть взяли этой рукой. Вот эта рука, противоположная рука, наискось уходит за трицепс. Я еще раз повторюсь, многие вот так вот просто берут эти руки и пытаются их перевести. То есть он физически развит, он не даст ни в коем случае свою руку вот так вот передвигать. Когда вы передвигаете руку, вам обязательно сначала нужно его прижать к себе. Прижали, кисть забрали. Затем опорную ногу выставили. Таким же способом. Таз. Раз. Выдвинули. И голову передвигаем в сторону. Вот сюда, чтобы он не видел, что происходит. Затем выдвинутый таз, просто перекидывая вот сюда. Руку. Ногу. Перекинули. Вот здесь зажали. Вот рука. Отсюда. Большой палец смотрит наверх. Немного усилий. И вот сюда вот закинули. Поднимаем таз. Большой палец смотрит наверх. Вот отсюда. Происходит болевой. Еще раз. Так. Вот отсюда прижали. Раз. Колу обязательно в обратную сторону. Вот сюда. Друзья, следующий прием это анаконда. Защита от прохода. Вот. Человек проходит вам ноги, да? Ваша задача откинуться. Максимально ноги назад убираем. Многие борцы отсюда работают, конечно. С внутренней части пытаются обойти соперника. Но если вы хотите быстрого исхода, то верхняя часть руки вот. Одну руку придерживаем, чтобы перехвата не было. Подводим под шею. Раз. Подвели максимум. Вторую зацепили, положили вот сюда. И отсюда вы уже одним движением делаем высид. Вот сюда. Высид сделали. Здесь очень просто все. Вот. Вот. То есть, конечно, можно перехватить ногу, чтобы он дальше не пошел. Но, понимаете, здесь я уже зажал голову. Вребренную часть поставил. Перекинул. То есть, отсюда, чем как бы он не уходил, дальше я просто буду в одном положении держать, 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 держать. И все. То есть, вопрос времени я могу с ним крутиться, пока он сам не задушит себя. Главное, вот этот захват, друзья, который вы взяли. Вот. Его держать в одном положении. И голову не выпускать отсюда. Вот. Если голову не выпустить, через определенное время просто. Он продолжает уходить, уходи, уходи, уходи. Все. Вот здесь. Все. Друзья, на этом закончим наш сегодняшний выпуск. Комментируйте, ставьте лайки, рассказывайте друзьям, пересылайте видео. Нам обязательно нужно больше подписчиков набрать, друзья. Это очень важно. Чем больше вас будет, тем больше и интереснее будет наш канал. Всем спасибо. Всем удачи. До свидания. Салам алейкум. Салам алейкум. Салам алейкум. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо.